Эта хоккейная коробка города Одинцово не пустует ни зимой, ни летом. Именно здесь тренируется женская сборная команда по айсштоку. Три раза в неделю после работы пятеро одинцовских спортсменок оттачивают мастерство владения айсштоком. Игра в баварский керлинг оказалась настолько увлекательной, что под руководством тренера Владимира Соснова пятеро спортсменок объединились в команду. В прошлом году завоевали бронзовые награды Кубка России, а в марте выиграли золото чемпионата, проходившего в Чебоксарах. Финальную игру мы закончили с ничейным счетом 17-17 и победитель определялся по дополнительному энду. Благодаря точному броску Житковой Ольги у команды Махаон не осталось просто шанса нас обыграть. И мы впервые в своей истории стали чемпионами России. К званию чемпионов России по айсштоку вместе с Ферой Блохомцевой шли Светлана и Ольга Ивановы, Ольга Житкова и Елена Астахова. Тренер одинцовской женской команды Владимир Соснов был приглашен в московскую сборную «Русские медведи». Блестяще справился с задачей в командном зачете, а в личных бросках оказался самым мягким спортсменом из 30 претендентов на звание чемпиона. Владимир Васильевич в личном зачете был лучшим из всех мужчин, которые приехали на чемпионат России. Он завоевал кубок в бросках на точность. Это личный зачет, это большое достижение, очень большое достижение. Одновременно с чемпионатом России проходило первенство, в котором отличился Александр Астахов, ученик гимназии Одинцовского гуманитарного института. Александр в составе чебоксарской команды завоевал первое место. Мы победили в игре 4 на 4 и в игре на точность. В дополнение к наградам чемпионата президент Одинцовской федерации «Айштока» тренер Владимир Соснов вручает специальные медали спортсменкам, отличившимся в сезоне Ольге Житковой, Светлане Ивановой и Елене Астаховой. Одинцовская команда уже заявлена на участие в чемпионате Европы, который пройдет в Словакии. В наших рядах не хватает мужчин, заявляют спортсменки. Собрать мужскую сборную города Одинцово оказалось сложнее, чем выиграть чемпионат России. В течение получаса 6 раз кинуть, я думаю, что никто в обморок от этого не упадет, потому что снаряд у нас весит около 4 килограмм, там 3 700, если быть точным. В ближайших планах Владимира Соснова организация районного турнира по «Айсштоку» с приглашением команд Украины, Белоруссии и городов России. Предстоящие соревнования еще больше закрепит статус города Одинцово как подмосковного центра по игре в «Айсшток». Мария Подъепольская, Дмитрий Цебулевский, телекомпания Одинцова.